Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Хочу вам сегодня показать один маленький фокус, который я делаю в фотошопе, когда хочется поиграться, побаловаться. В принципе, достаточно интересный получается эффект. Я нарисовала куколку в векторе, это моя Мерлин. У меня есть и там и рыженькая, и темненькая, буду еще рисовать. После этого взяла и сохранила, сэкспортировала ее в растер на белом фоне. При этом отдельно сэкспортировала тело с лицом, отдельно волосы, и отдельно вот эта задняя часть волос, которую мы не видим. Смотрите, теперь я все это переношу в один файл, создала файл. Сейчас надо будет собрать девчонку, чтобы она встала правильно. Поправлю сейчас и спинка. Вот, эти закрываю. И еще мы сейчас на нее оденем красивое платье. В фотошопе есть очень интересные функции, которые позволяют прям посадить изделие на фигуру. Но для начала мы посадим на нее волосы. Чуть повыше, чуть пониже, да. Смотрите, зачем нужна задняя часть. Видите, вот здесь просветы? У нас же не получается, что только сверху какие-то кусочки, а сзади вот как бы все видно, ну как бы там просвечивает. Нет, у нас есть вот такая штучка. Соответственно, мы ее сейчас помещаем в самый низ под тело. Вот она. И видите, здесь никаких ненужных просветов, все гармонично. Прическу сейчас тоже можно поправить. Такой момент, почему именно в таком формате собирать лучше? Потому что, если у вас, например, ну в данном случае у Мерлина прическа не будет сильно мешаться, да. А если у вас какие-то пушистые волосы, которые лежат вперед, а вам нужно под них платье положить. Поэтому они у вас должны находиться на отдельном слое, чтобы можно было под них что-то положить. Так вот. Вот оно, наше платье. Как вырезать уже я все показывала и рассказывала. Поэтому сейчас мы быстренько отрежем все ненужное. Оно у меня, к сожалению, не в очень высоком качестве. Это, конечно, проблема. Потому что такое платье желательно найти в высоком качестве, но как есть. Так, теперь инверсия скопировать на новый слой. Давайте посмотрим, насколько оно там себя хорошо чувствует. Вот, прекрасно. Вот оно, платье. Когда мы его начнем с вами одевать на нашу прекрасную Мерлин, какая у нас возникнет проблема? Ну, давайте прям я буду одевать. Ctrl-T мы будем его растягивать по фигуре и, соответственно, подбирать тот размер, который нам подходит. Оно, конечно же, не сядет идеально. И я этого и не ожидаю. Наверное, нужно его чуть-чуть подтянуть именно в длину. Так, все, я закончила. Еще раз, Ctrl-T. С Shift-ом сейчас я подтяну его чуть-чуть в длину, чтобы оно было подлиннее. По плечам посмотрю, что у меня получается. И вот, смотрите, если я вот так оставлю, то, естественно, эффекта платья, которое прямо сидит на фигуре, нет. Что у меня тут, какая проблема лезет? Во-первых, вон оно, бедро у нее видно. Во-вторых, рукав не оделся. В-третьих, куда-то лямка улетела. И, во-первых, где ноги? То есть мы просто положили на девчонку сверху платье, а ноги-то где в шикарном нашем разрезе? Что нам нужно сделать? Первое, посадить платье по фигуре, подвинуть рукав, а второе, уже сделать разрез, чтобы в нем показались ноги, но при этом сохранить вот эту часть, чтобы она ушла назад. Как делаем? Нажимаем Ctrl-T, правой кнопкой мыши, деформация. И здесь в фотошопе есть возможность деформации. Видите, у меня бедро пошло, оп, и здесь бедро пошло, оп, и здесь край сел, оп, и здесь немножко могу подвинуть. Эта деформация не идеальная, но чаще всего она позволяет вот такие какие-то общие огрехи поправить и, соответственно, как бы сделать так, чтобы все было хорошо. Но руку этой деформации мы сделать не сможем. Все, я посадила, бедро у меня на месте ничего не торчит. Нажимаю ОК. Но все равно, видите, есть некоторый дискомфорт, и платье не сидит на руке, а это плохо. Поэтому я беру редактирование, и здесь у нас есть тоже очень интересное трансформирование. Вот, марионеточная деформация. У меня целиком платье покрывается вот такой сеткой. Вот, и теперь что нужно сделать? При марионеточной деформации у нас прибивается точка. Видите, она смотрится, как будто бы вы кнопкой раз ее и прибили. Соответственно, эти точки перемещаться не будут. А вот когда я другую схвачу и буду тащить, видите, она тащится следом. Но у меня, видите, колышется платье. То есть я рукавом-то шевелю, а попутно колышется платье. Это говорит о том, что я его не закрепила. Соответственно, я не хочу, чтобы у меня двигались вот эти точки. То есть я сейчас буду двигать рукав, а вот эти точки будут стоять у меня на бедре. И вот теперь я уже схвачу рукав и буду его притягивать на мою руку. При этом, видите, тянется он хорошо. Прямо, ну как пишется марионеткой, так и пишется. Вот я его подтянула. Немножечко здесь начинает двигаться. Соответственно, я могу чуть-чуть здесь плечико поправить. Чуть-чуть эту точку сюда опустить. Но вот эти точки я зафиксировала, они остались у меня там, где есть. Могу вот здесь подтянуть, если мне надо, да, если я чувствую, что у меня там грудь не попадает. Тоже чуть-чуть поправить там эту линию, куда нужно. Вот. Соответственно, такие два типа. После того, как я поняла, что у меня все попало, все, что я хотела, выполнено. Возможно, потом там немножко придется там ластичком поработать. Но в целом мы попали, мы все сделали. Мы можем там длину поправить, как нам нужно. Вот. Нажимаем Enter. Вот мое платье, шикарно сидящее на моей Мерлин. Мне не нравится, что у меня тут с плечом получилось. Что-то куда-то оно у меня ушло. И получилось это не очень красиво. Поэтому я еще раз. Редактирование. Марионеточная деформация. Хочу немножечко еще раз поправить вот эти точки. Так. Аккуратно. Здесь прибили. Чтобы она там не прыгала. А вот здесь мы сейчас поправляем. Так. И здесь прибили. А вот эту. Здесь прибили. А здесь поправляем. Так. Здесь прибили. А здесь вытягиваем. Тоже инструмент, конечно, не идеальный. Но то, что он позволяет делать, это просто потрясающе. Поэтому не отказывайтесь от него. Так. Вот теперь нормально. Если чувствуете, что край как-то там вот туда, не туда, можно ему добавить маску. И здесь немножко там поправить контур. Но это если вам нужно. Если не нужно, можно этого не делать. Можно попробовать, например, подрезать через вот такую штучку. Когда вы выделяете кусочек. И вот подрезать. Да. Помягче, чтобы край был такой более четкий. Ну, надо тоже аккуратно быть, чтобы... Сейчас нам не испортить все, что у нас есть. Вот. Чуть-чуть я там вот подрезала, поправила форму руки. Так. Теперь мы с вами говорили о том, что нам нужно ноги в дырку поместить. Соответственно, что мы делаем? Мы это платье, которое у нас есть, помещаем за фигуру. Видите, все у нас попадает везде. Все хорошо. Вот. Поместили. Соответственно, можно даже немножечко, смотрите, подкорректировать даже в таком положении вот эти места. Потому что талия не так хороша видна. Соответственно, редактирование, марионеточная деформация. Вот так. Прибить надо. Здесь прибиваем. И вот эти моменты даже сделаем потоньше. Потому что этого не было так здорово видно. А здесь зачем же нам расширять талию? Правда? Соответственно, не хватает точек. Не хватает. Вижу, что не хватает. Вот то, что мне плечо как раз не нравилось. Вот его здесь можно прибить, поправить. Чтобы оно туда ушло. Чтобы рука все-таки смотрелась тоненькой ручкой. Красивой. Так. Ну и надо смотреть, чтобы, естественно, на бедре тоже была основа. Ну вот еще один способ, еще немножечко поправили. Так, грудь тоже чуть-чуть сюда. Вот. Здесь не получается. Здесь можно уже просто подрезать лишечку. Потому что рука у нас там достаточно тонкая. Зачем нам, думаю, тут этот кусок. Да. Вот так. Ну тоже аккуратно с этим. Аккуратно. То есть смотрите, чтобы оно все было в меру. И это же платье. Правой кнопкой мыши. Создать дубликат слоя. И помещаем его теперь поверх фигуры. То есть у нас получилось два платья. Одно сверху, другое внизу. Теперь мы создаем маску. Берем инструмент. Я беру обычно прямоугольное, прямолинейное лассо. Вот. И вот она наша дырка, которая должна быть. Вырезаем именно дырку. Вот просто ее обозначаем, что вот это место, это дырка для ноги. И вырезаю я маской на верхнем слое. Так. Теперь берем инструмент заливкой. Заливаем черным. Вуаля. У меня эта часть как будто бы вырезалась. Ctrl D снимаю в выделение. Ctrl 0. И вот моя прекрасная, шикарная Мерлин. Красивым зеленым платье. То есть я его не рисовала. А я взяла платье, фотографию. И его одела на свою куклу. Там можно дальше еще поколдовать. Если что-то не нравится, какие-то моменты подтереть, что-то поправить. Это все уже делается, чинится по факту. Но то, что я хотела показать, что можно взять фотографию. Можно взять, например, фотографию человека на него, положить сверху изделие. Можно взять рисунок на него, сверху положить. И получить вот такую прекрасную, красивую вещь. Пользуйтесь, я думаю, что вы найдете применение для этого навыка. А если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. На этом все. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok